Здравствуйте, друзья! Как обычно, по вторникам мы рассказываем вам историю молодого бизнеса. Хотя сегодня у нас в гостях человек, который, прежде чем открыть этот собственный молодой бизнес, сделал как минимум парочку, троечку бизнесов с доходом в миллион долларов в год и больше. А потом тот молодой бизнес, который он открыл, уже принес ему инвестиции в 20 миллионов и, наверное, больше долларов. Так что молодой, но совсем не ранний, а очень даже своевременный. Может быть, дело связано с тем, что бизнес его уникальный и ведет он не куда-нибудь, а в самый космос. У нас в гостях основатели президента инновационной космической компании «Даурия Аэроспейс» Михаил Кокорич. Здравствуйте, Миша! Здравствуйте! Правда, что вы, прежде чем основать «Даурию», успели поднять техносилу и придумали «Уютеру» и вообще еще, бог знает, какими удивительными бизнесами занимались? Действительно, 10 последних лет у меня был роман с розничной торговлей. Причем все для дома? Да-да-да. На самом деле, кроме таких, в принципе, известных среди ритейлеров проектов, как «Уютера», «Чудо-дом» до этого, «Этихносила», там было еще несколько проектов, которые дошли до той или иной степени зрелости. Но до этого и до розничной торговли я в предпринимательстве, как и все мое поколение, достаточно давно, за 19 лет. То есть уже почти 20 лет я занимаюсь бизнесом, 18 лет. Ну, вы знаете, вот вы сейчас сказали, как все мое молодое поколение, это вы очень сильно махнули. Потому что мы с вами люди одного поколения, и большинство мужчин, которые причисляются к моему поколению, у них как раз с бизнесом-то не очень. Наоборот, считается, что вот наше с вами поколение, оно несколько потеряно, особенно мальчики, потому что они формировались и росли в эпоху распада одной империи и становления новой страны. Они потерялись и так далее. Кто-то спился, кто-то стал музыкантом и не состоялся. Но в общем и целом не так хорошо все с бизнесом. Наверное, это вопрос наблюдательной статистики. Вот вы учились в гуманитарном вузе, возможно, это у вас так. Ага, то есть у мальчиков с хорошим математическим и научным образованием семьями. Я учился на физфаке, и на физфаке у нас все нормально, если посмотреть на ребят, которые учились со мной в физмат-школе. И на самом деле я этот бизнес создавал с моими одноклассниками в физмат-школе, два моих товарища, Дмитрий Хан, Сергей Иванов. Я с ними знаком с 91-го года, учились вместе в физмат-школе. Поэтому там как раз, ну, безусловно, везде есть потерянные люди, у нас поколение действительно такое, которое на стыке эпох вырастало. Но тем не менее, считаю, что нам повезло мы. Это первое свободное поколение, которое выросло в свободной России. Надеюсь, не последнее, но первое поколение. Может быть, тут секрет еще и в том, что вы все-таки, ну, мне тоже пришлось в основном общаться с мальчиками московскими в этом поколении. Они, наверное, менее мотивированы, что ли, вообще куда-то двигаться. Вам повезло, что вы в это время были в Новосибирске, да? Да-да-да, в академгородке. Где очень благоприятная, благотворная среда для роста мозговых клеток, как минимум. Вообще, начало 2000-х годов, в Новосибирске такой ренессанс бизнеса, много новых компаний, больших компаний. Потому что в 90-х годах все распалось, Новосибирск был город оборонки, город большой промышленности. Все это в мгновение ока исчезло, и возникли торговые компании, небольшие компании. Они, вот, конец 90-х, начало 2000-х годов, реально ренессансы и в рознице, и в банкомском секторе, и в IT-секторе. Огромное количество компаний, небольших, маленьких, средних, размером там сотни, десятки, до миллиарда долларов, которые выросли буквально из ничего. И это, конечно, вдохновляло, да, особенно Академгородок, такая среда достаточно благодатная была. И что за бизнес вы придумали в 19 лет? В 19 лет первый бизнес, это был такой, наверное, связанный немножко с тем, чем я занимался. Тогда, если помните, были взаимозачеты, мы занимались этими взаимозачетами, поставляли, делали некие ремонтные работы на электростанциях. Они с нами рассчитывались электроэнергией, мы там постепенно превращали эту электроэнергию в какие-то товары и продавали. Но этот бизнес, он просчитал всего год или два, а дальше он более-менее перешел в такой, как бы, B2B бизнес, когда поставляли химореагенты и химикаты на электростанции, затем начали заниматься промышленными взаимозачетами, первые начали использовать там взаимозачатку эмульсионную, средства инициирования и так далее. Такой был индустриальный интересный бизнес. Почти 10 лет этим бизнесом занимались, до момента, когда захотелось построить что-то такое интересное и системное. И вот тогда начался мой период розничной жизни, это начало 2000-х годов, когда, собственно, создавали все сетки розничные. Ну, к тому моменту уже, конечно, были там в определенных отраслях гиганты и чемпионы, но вот мы попытались в тот момент создать новый формат. И вот успешно, на самом деле, уже даже после слияния с моими партнерами, которые развивались из Липецка, Уитера, лидер этого рынка, 150 магазинов, все-таки такой крупный бизнес, сотни миллионов долларов. Я хотела, можно я прочту маленькую строчку из вашей биографии для наших слушателей, потому что это то, что меня, например, опять же, как гуманитария вообще восторгает. Значит, насчет бизнеса, который вы организовали в 19 лет. Компанию, специализирующуюся на обработке воды для контуров тепловых и ядерных электростанций, производство коммерческих взрывчатых веществ для гурнорудных работ и разработка и производство новых химических средств защиты древесины. Мы же тронутся мозгами, при этом вы учились на физфаке, а это как-то, мне кажется, больше с химией связано, нет? Да, сложно провести водораздел, тем не менее, где физика, где химию, да, мы действительно продавали и производили чистый гидрозин, который, интересно, используется, как и ракетное топливо, тоже, одновременно на спутниках. Но мы его использовали для других целей, для питательных контуров электростанций, для того, чтобы кислород оттуда извлекать. Откуда у вас такая коммерческая жилка? Мне кажется, в 19 лет юноши скорее склонны как-то идеализировать реальность, не знаю, какой-то романтики там, ну, скорее космическим каким-нибудь полетом, чем и технологиям. Какая романтика может быть в 93-м году, когда просто не было денег, чтобы есть, да, и, соответственно, первая коммерческая жилка, она прошла оттуда. Вот я по выходным дням летом брал полароид, ездил по деревням, фотографировал людей, зарабатывал деньги, разгружал вагоны. У меня была бригада, которая чистила крыши от снега, крылья крыши и так далее, и так далее. То есть это, собственно, наверное, жизнь к этому подтолкнула. Нет, наверное, некая предпринимательство все равно сидит внутри, но вот получилось, что попало там благодатную почву, пришлось заниматься этим 19 лет. Я думаю, что это, конечно, не совсем был эффективный способ тратить свои силы в то время, да, то есть лучше было тратить на учебу, если бы я в это время учился, там, не знаю, в другой обстановке, в другой ситуации, я, возможно, мог бы с этим, ну... Возглавил бы кафедру Массачусетского университета? Нет, нет, я думаю, нет, я думаю, что, наверное, до какого-то момента дошел бы все равно какой-нибудь стартап сделал, там, бизнес или так далее, да. Тогда, конечно, приходилось заниматься много чепухой таким, ну, таким простым бизнесом, но это же были 90-е годы, это эпоха была, когда, по сути, создавалась вообще вся инфраструктура экономики новой России, да. Ничего себе простой бизнес, контура для электростанций, обработка древесины, это не челночный бизнес, хотя в Новосибирске, в принципе, вам ближе было до китайской границы, чем у москвича, например. В то время была, допустим, компания Новософт, у которой было 500 человек, которая работала, делала программное обеспечение для IBM, они находились, и для нас это были такие гиганты, как вот сейчас, там, не знаю, можно воспринимать, там, как сейчас так же мечтают молодые ребята в Газпрому или в Роснефть, да, все мечтали вот в Новософт пойти работать, потому что это была огромная компания, 500 человек, которая работала на американцев, в которой был офис в Штатах, и вот это был большой бизнес для нас, да, вот это были примеры для подражания. Или топ книга компании, или Катрен, который до сих пор существует, 3 миллиарда долларов в компании, находится в Новосибирске, там, недалеко от моего дома у нее офис находился. Это, конечно, вдохновляющая история людей, которые, ну, по сути, сделали бизнес на своих мозгах, они не приоритизировали ничего, не создали, это был бизнес создан просто, собственно, усердием, трудолюбием, мозгами и так далее. Я считаю, что нам очень сильно повезло нашему поколению, особенно тем ребятам, кто жил в Новосибирске, у нас перед глазами были вот эти именно правильные примеры, правильные примеры ребят, которые сделали бизнес на, действительно, собственных усилий, собственных мозгах. И это как-то вот так через всю нашу жизнь проходит, я смотрю на своих одноклассников, почти все в таком реальном секторе создают что-то, да, то есть у нас не было такого, на что в то время пойти в госкомпанию работать, да, или там стать чиновником. Это как-то так считалось немножко странным, да, это такое... Западло. Ну, считалось, что ты, значит, не способен добиться в коммерческом бизнесе чего-то, да, и поэтому мы там воспринимали тех редких людей, кто пошел в чиновники, как там, ну, таких немножко ущербных людей. Но вас захватил бум потребительского спроса в России, вы подались в... Да, конечно, конечно, представляете, да, 2000-е годы, собственно говоря, вся розничная индустрия создавалась. Это, на самом деле, очень технологичный бизнес, очень интересный бизнес. И с точки зрения технологий, это, наверное, один из самых передовых бизнесов в России, который был и есть. Продолжим разговор с нашим гостем Михаилом Кокоричем после новостей. Сегодня с нами в доле основатели президента инновационной космической компании «Даурия Аэроспейс» Михаил Кокорич. Миш, ну как все-таки так случилось, что проведя столько лет в бизнесе, связанном с потребительскими товарами, там, с бытовой техникой, не знаю, с товарами для дома, вы вдруг ушли в космос? Нет, ну, во-первых, еще раз, розница – это технологический бизнес, да, для того, чтобы, не знаю, правильно прогнозировать покупки, закупки товара, необходимо использовать весь инструмент эконометрических моделей. Нужно, не знаю, не просто средние продажи считать, смотреть дисперсию, делать разные математические вычисления для того, чтобы понимать, сколько товара должно быть на полке, в какой момент и так далее. То есть там, на самом деле, простора для творчества и простора для человека, который хочет реализовать себя в чем-то интересном, точном и таком большом, очень большой, да. То есть розница – это бизнес технологичный и, наверное, сегодня один из редких бизнесов, который конкурентен, который по производительности труда сопоставим западными аналогами. И, посмотрите, уникальная ситуация. Россия – это одна из немногих восточноевропейских стран, где российский бизнес в рознице доминирует. Приедете в Польшу, приедете в Чехословакию, вы увидите, что там нет фактически розничных сетей национальных вообще, да. У нас почти во всех сегментах национальные розничные сети доминируют. То же самое происходит там в производстве товаров, продуктов, питания там. Или, смотрите, IT-индустрию. То есть там, где государство не принимало участие, российский бизнес нашел способ, как быть инновационным и успешным, и получать результаты. Поэтому говорить, что там у нас нет талантливых предпринимателей, русские не склонны к бизнесу, чуть-чуть подобно. Русские – это один из самых талантливых предпринимчивых народов. Посмотрите на результат. Кубечество наше. Конечно, конечно. Поэтому нет никакого противопоставления между розничной и розницей и хай-теком. Потому что я считаю, что розница – это самый настоящий хай-тек. И на самом деле я считаю, что космонавтика – это одна из самых традиционных отраслей, одна из самых консервативных и одна из самых таких, по-хорошему, заскорузлых отраслей. На самом деле интересно, недавно произошло событие. Впервые после 37 лет приземлился космический аппарат, созданный человеком на Луну, китайский нефритовый заяц. Интересно, что последний аппарат, который был на Луне, он как раз был в год моего рождения. В год рождения моих партнеров в 1976 году. Он забрал тогда грунт, как раз был сделан Советским Союзом, НПО имени Лавочкина, и привез этот грунт обратно. И 37 лет на Луне никто не был. 37 лет на Луне никто не был. А как хочется побывать? Да, очень хочется. Особенно хочется побывать на полярных областях Луны, где, как предполагают, все-таки в глубоких кратерах, куда солнце не проникает, есть лед. И это, на самом деле, уникальное открытие. То есть, вот это сделали недавно. То есть, есть вода. Есть вода, да, да. А есть вода, это значит, есть возможность... Жизни. Жизни, скорее всего, нет. Да, но есть возможность создавать, допустим, топливо. Использовать эту воду как рабочее тело для ракет. Это как бы очень эффективно, потому что можно создавать там базу, базу на Луне. Если возвратиться к космосу, почему? Космос всегда для нашего поколения, ну и для меня это всегда была такая... Ну, мы последнее поколение, которое выросло в Советском Союзе. Которое помнит еще о успехе Советского Союза. Миссия Вега, да, которая пролетела до Венеры, сбросила зонт, туда летела до кометы Галлея. О путешествии Войджеров. Я все свои выходные проводил в школьной, в поселковой библиотеке, рассматривая журналы, которые тогда централизованно поступали. И российские, и американские, на самом деле тоже журналы были, да. Наука и техника, как они. Да, с фотографиями, сделанными Юпитера, Сатурна, Урана, с фотографиями с Марса, который как раз, ну, это где-то за 10 лет до моего рождения, соответственно, было. И, конечно, это всегда вдохновляло и возбуждало воображение. Я хотел поступать на вкультитар физики космических исследований в физтех, я приехал в Москву в 92-м году, посмотрел на вот тот развал, который в тот момент был, и в тихую, спокойную Сибирь вернулся в Академгородок, где все было тепло и уютно, и, собственно, учился там на физика. Тем не менее, космонавтика это всегда была такая мечта, мечта с детства. Ну, а дальше, на самом деле, было достаточно, помимо мечты, было расчет и понимание, что здесь есть интересные возможности, есть интересные возможности для создания чего-то нового, и сейчас происходит в этой отрасли очень интересное. Мы, на самом деле, находимся на таком переделе, мы, наверное, то поколение, которое будет видеть, как человек впервые полетит на Марс. Мы, наверное, то поколение, при котором начнется реальное освоение ближайших планет. Но и вы то поколение, которое может взять в свои руки, в частные руки, какие-то сферы космической отрасли, которая до сих пор была абсолютно прерогативой государства. Я думаю, что абсолютно, скажем, прорывные решения могут быть созданы только частным бизнесом. Государством они созданы не могут быть, я просто приведу два простых примера. В 1908 год, когда братья Райт впервые сделали демонстрацию полета своего самолета в Париже, тогда в мире было 12 пилотов. 12 пилотов, несколько совершенно самолетов, и там, помните, как они там полулежа пытались управлять неумело самолетом, который пролетал, не знаю, полкилометра, еле-еле садился. Через 4 года, 1912 год, там, больше 30 тысяч пилотов, там, десятки стран обладали самолетами, и, собственно, к тому моменту всего за 4 года были созданы все технические решения, как должен быть устроен самолет. И, если посмотреть на современные самолеты, кроме, там, по сути, косметических изменений, вместо поршневого двигателя используется турбина, все решения те же самые, которые были придуманы за 4 года. Как это было сделано? Тысячи и тысячи попыток. Да, кто-то погибал, кто-то решения отсеивались неудачные, происходил такой выбор, такая натуральная селекция решений. За 4 года была создана та конструкция самолета, которая дальше показала там эффективность. То же самое происходило, когда появились персональные компьютеры. До этого, когда IBM создавалась, глава IBM говорит, ну, рынок всемирных компьютеров, 4 компьютера. Размером с дом. Да, размером с дом. А дальше появился микропроцессор Intel 8080, благодаря чему стало возможным создание компьютеров, в принципе, дома. И бородатые чуваки в Силиконовой долине, в Кремниевой долине начали создавать вот эти компьютеры. Произначально было десятки, сотни компаний, которые пытались создать, десятки компаний производили разные компоненты. А дальше начался процесс селекции, процесс выбора именно в частном бизнесе кипения. И буквально за 5-10 лет, по сути, вся идеология персональных компьютеров, она смела все, что было до этого. И смотрите, на сегодняшний день мы живем в веке электроники, где компьютеры стоят мощнее в стиральных машинах, чем те, которые занимали все этажи зданий. Да, и мы даже этого не понимаем, мы относимся к этому как совершенно саморазумеющимся. Это было все сделано сотнями, десятками тысяч инженеров, ученых. Прежде всего, предприниматели, которые брали на себя риск, создавали, теряли, терпели поражение, но ушли дальше и делали. А космонавтика, ну это как бы, да, действительно, это плод такой военно-промышленного комплекса. Да, и изначально все программы были военные, ракета, которая использовалась для полета Гагарина, она была военной ракетой. Это был, по сути, побочный продукт, и только там видение Сергея Павловича Королева позволило настоять на том, чтобы использовать для полета спутника и человека. Да, но с другой стороны, все-таки заниматься бизнесом в космосе несколько дороже, чем, например, выпускать умные стиральные машины. Ничего подобного, ничего подобного. Это дорогая мечта-то, нет? Понимаете, на сегодняшний день частный бизнес способен путем гораздо больше проектов, чем государство. Смотрите, для того, чтобы сделать микропроцессор необходимой фабрики в 10 миллиардов долларов, для того, чтобы построить машину, необходимо инвестиции в миллиардов долларов, чтобы разработать новую модель. На самом деле бизнес способен поднимать любые деньги. Дело в том, что в космосе, за исключением нескольких сегментов, не создано жизнеспособных бизнес-моделей. Хотя, на самом деле, эта индустрия уже сейчас преимущественно частная. Весь размер космической активности человечества 260 миллиардов долларов в год. Из этих 260 миллиардов долларов на государство приходится 70 миллиардов. Где мы говорим, какой же это государственный бизнес? Давно это не государственный бизнес. Самая большая часть, больше 150 миллиардов долларов, это коммуникация, это 100% частный бизнес. Там государство не имеет никакого отношения в спутнике. То есть это именно то, во что вы, собственно, являлись? Ну, наверное, нет. Мы все-таки смотрим на другой сегмент, поскольку это уже зрелый бизнес, большой бизнес. Самая большая компания в этом секторе, у нее вручка 20 миллиардов долларов, которая занимается коммуникационными. Но, тем не менее, согласно статистике международной, Таурия Аэроспейс, компания, которая организовалась в 2010 году, правильно? И уже так полноценно вышла на рынок в 2012. Ну да, да. То есть она организовалась... Занимает 10 место в сотне космических, частных космических компаний в мире. Есть такой рейтинг, да. New Space Global ведет самые перспективные космические компании. Номер один там SpaceX, Элона Маска. Номер два Virgin Galactic. Номер три там Skybox. Вы в десятке лучших наравне с Virgin Galactic. Это вообще легендарная история. Мы на самом деле как бы не в десятке, мы близко в десятке. Мы в тринадцатой. Ну ладно, зачем вы? Зачем? Но, тем не менее, за два года, значит, вы не просто реализуете мечту, а вы подошли к ней с конкретным бизнес-планом и с огромным опытом зарабатывания денег и ведения сложных бизнесов. Да, конечно, есть план. Конечно, есть план. Здесь, безусловно, там 10% романтики и 90% твердого расчета. Ну, потому что романтика хороша для мечтаний и для воздыханий, а когда речь идет о бизнесе, достаточно суровая материя, нужно показывать результаты, особенно когда в тебя инвестируют инвесторы, их романтикой не накормишь. Но вы сказали, что вас не интересует коммуникация, но вы ведь создаете тоже спутники. Да, да, да. И я говорю, что мы сейчас не специализируемся, не фокусируемся на таких больших коммуникационных проектах, мы специализируемся на проектах с использованием маленьких космических аппаратов. А об этом мы вам расскажем после новостей подробнее. Сегодня с нами в доле основатели президента инновационной космической компании Даурия Аэроспейс Михаил Кокорич. Ну, давайте тогда уже действительно объясним нашим слушателям и мне в первую очередь, чем именно занимается компания Даурия Аэроспейс. Это маленькие спутники. Да, да, мы создаем такой affordable, доступный космос. Недорого. Недорого, да. Не сотни миллионов долларов, один космический аппарат. А десятки. Миллионы. Миллионы долларов. Да, миллионы долларов. На самом деле для этого несколько есть предпосылок. Предпосылки следующие. Первая предпосылка. На сегодняшний день те технологии, которые используются при создании обычной электроники для автомобилей, для самолетов, для компьютеров, вот эти технологии, они в принципе достаточно неплохо при некоторых ограничениях живут в космосе. То есть не нужно что-то делать специально. На низкой, особенно земной орбите все эти микросхемы, вся эта электроника, она неплохо существует. На Международной космической станции есть айфон, который работает, там, честно говоря, люди работают, и ничего с ними такого не происходит, сильно страшно. Не глючит. Да, поэтому там вот эта история про страшные радиационные излучения, она, конечно, где-то как бы работает, особенно, когда мы говорим о спутниках, которые летают в радиационных поясах или которые летят к Юпитеру, но вот на низкой земной орбите это уже не актуально. Второе, создано много инструментариев, как создавать быстро сложные технические проекты. Разные программные продукты, можно сейчас легко создавать, используя открытого ПО, там, Линукс-подобного и так далее. То есть шаблоны какие-то существуют. То есть можно создать, по сути, аппарат достаточно просто. И плюс появилось, понимаете, парадокс, если раньше действительно, вы говорите, это было прерогативой государства. Был запуск Днепра буквально месяц назад. На нем ни одного не было, там, государственного, по-моему, аппарата, но на нем полетело, там, порядка 30 аппаратов малых, которые создали разные частные компании со всего мира. Понимаете, вот этот процесс, который был с компьютерами в 80-е годы, он сейчас идет в космосе. То есть эти действительно десятки предпринимателей, у каждого, у которых своя идея. Один хочет наблюдать за землей регулярно, смотреть, там, информацию. Сейсмическую. Ну, нет, нет, сейсмическую сложно определить, ну, там, фотографировать землю, да. Другой хочет мультиспектральную съемку определять пассивы. Третий хочет передавать информацию, там, собирать информацию со всяких датчиков. Четвертый, там, хочет дать, там, интернет вокруг экваториальных областей. Существует сейчас огромное количество проектов, которые поднимаются частными компаниями, которые поднимаются частными деньгами, где люди, вот, используя вот этот новый дешевый космос, так называемый, да, дешевый космос, используя этих космических, недорогих космических аппаратов, пытаются создать, как бы, разные бизнес-модели. И, на самом деле, существует много бизнесов, которые уже работают, там, и 5, и 10 лет. А чего хотите вы? Мы создаем, ну, если говорить вот о нашей короткой задаче на ближайшие несколько лет, мы создаем такую инфраструктуру для мониторинга Земли. Смотрите, все, что человечество имеет, находится на поверхности Земли. Вообще все, да? Поля, посевы, леса, дороги, пожары, дачи, машины, все находится на поверхности Земли. На сегодняшний день объем, как бы, информации генерируется этим потоком, ну, терабайта, да? Но реально единственный способ за этим регулярно наблюдать, смотреть, это со спутников. Беспилотники, это, конечно, тоже новая тема, но она все-таки локальная. То есть беспилотник не может летать над всем миром, его нельзя послать в другую страну, он локально может наблюдать, есть еще куча проблем законодательных, как быть, с самолетами и так далее. Спутники — это единственный способ за этим регулярно наблюдать. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, там есть космические карты в Гугле, в Яндексе, на самом деле сейчас спутники в основном создавались государствами, это были небольшое количество дорогих, больших космических аппаратов, которые не могут регулярно снимать. Если вы говорите, я хочу там раз в день наблюдать вот территорию вокруг моей дачи, есть ли там пожар. Или я хочу регулярно смотреть всю дельту, как бы, Амура, чтобы смотреть там, есть ли там наводнение и спрогнозировать, грубо говоря, что будет наводнение в Комсомольске. Или я хочу смотреть посевы, я знаю, что там с вероятностью 90% постоянно облака, я хочу поймать вот этот день, когда нет облаков, и раз в неделю хотя бы обновляться посевами. Когда мы говорим «я», мы имеем в виду компанию или частное лицо может заказать эту посевку? Ну, частное лицо, оно может быть дальше, скажем, на конце пищевой цепочки, безусловно, да, смотря уже там в Яндекс или в Гугл, или заказывая там какую-то информацию, или едет на гражданинкурорт посмотреть, есть ли там снег или нет, да, то есть вот частное лицо может быть конечным потребителем. Ну, конечно, мы говорим все-таки о B2B-бизнесе, да. Для компании необходимо знать, что с посевами, необходимо знать, что с лесами, а где нелегальные вырубки, а какой здесь породный состав древесины, а сколько пшеницы в России посеяно, а какой будет урожай в этом году, а что с дорогой, хорошая дорога, отремонтировали или не отремонтировали дорогу, а сколько контейнеров стоит в этом порту, и что будет в ближайшее время, как бы сцены на контейнерной перевозке, а сколько угля скопилось на узловых станциях, и надо мне сейчас уголь закупить или чуть позже это сделать. И это все ваш маленький спутник может обеспечить? Это примеры вопросов, на которые люди хотят узнать ответ, да, так называемое, что происходит, да, я хочу понять, что происходит вообще в мире, вот что происходит, и вот мы хотим ответить на вопрос, что происходит, да, а для этого мы хотим создать много-много небольших космических аппаратов весом, там 10, 20, 30, 40, 50, 100 килограмм, которые летают вокруг Земли и смогут в оперативном режиме времени эту информацию либо собирать с помощью датчиков, которые находятся в устройстве, либо фотографируя Землю, передавать на Землю. И вот наша в следующем году группировка Первая Персей, мы запускаем 4 космических аппарата, целиком частный проект, она позволит фотографировать все, что происходит на Земле ежедневно, полностью всю земную поверхность с разрешением 22 метра. Казалось бы, 22 метра даже машину не видишь, даже грузовик не видишь. Ничего подобного, но когда снимаешь лес, и когда тебе нужно понять, там, состояние леса, ты мультиспектральную съемку делаешь, ну, тебе не нужна однометровая съемка, тебе достаточно 22 метра. Когда ты смотришь, происходит ли наводнение на Аргунии или Шилке, и понять, что будет ли там в Комсомольске через сколько дней наводнение, тебе не нужно один метр, тебе надо 22 метра. Когда ты смотришь, какие пожары происходят, да, и тебе нужно каждый день смотреть за информацией, тебе не нужно один метр, тебе достаточно 22 метра. С точки зрения бизнес-истории, как вы начали все это? Я так понимаю, что вы создали компанию при поддержке своих однокашников и бизнес-партнеров одновременно. Да, ну, как всегда, создается новый бизнес, это очень интересный вопрос. На самом деле, никогда не бывает так, что ты, как сказать, видишь какую-то цель, гору и к ней идешь. На самом деле, стартап, почему стартап? Потому что он определяет вместе с тем, что он делает бизнес, он определяет свою стратегию. Наверное, это скорее похоже, ты идешь к такому болоту, перепрыгиваешь с кочки на кочку, но периодически залазишь на дерево, пытаешься посмотреть, куда идешь, и в конце выходишь, наверное, не туда, куда даже думал. Да, поэтому, да, мы имеем четкую программу, важно иметь в каждый момент четкую программу, но ты никогда не скажешь, что через 5 лет компания какая будет. Вполне возможно, что через 5 лет мы скажем, окей, вот наш основной фокус, это вот съемка высокого разрешения, и мы создаем такой, а может быть, окажется, что это коммуникация будет в том моменте, потому что мы идем, как любой бизнес, достаточно проактивным, мы как вот та культура бактериальная на питательной среде в чашке Петри, которую поместили, и дальше она растет там, где больше сахара, а не там, где больше яда, и вот она в эту сторону растет. И мы даже смотрим, но предпосылок много. Смотрите, мы находимся и развиваемся из России, мы русская компания, российская компания. Если говорить, что 20-й век для России, что 20-й век для России, это век космонавтики, и это очень близко духу русского человека, потому что мы первопроходцы, мы прошли всю Сибирь, дошли до крайних берегов, космос то же самое, это место для новых первопроходцев, это место для тех, кто раздвигает горизонты. И мы, да, сейчас говорим о том, чтобы наблюдать за тем, что происходит на Земле, но мы понимаем, что наши технологии, наши маленькие космические аппараты, они пригодятся при освоении Луны, при добыче металла из астероидов, при освоении Марса, Венеры и так далее. И это не какие-то фантастические рассказы, это не то, что будет происходить через 20-30 лет, а то, что мы увидим через 5-10 лет. И сейчас даже большинство людей не представляет, какие проекты в настоящий момент разрабатываются, но это такой взрывной процесс, его остановить уже невозможно. Ну вот вы правы насчет того, что большинство людей этого не представляет, потому что для меня, например, как человека, который тоже вырос в этой романтической среде обожания космоса, фантастики, читал Ефремова, Азимова и Лема и прочих-прочих-прочих, было совершенно в какой-то момент поразительно понять для себя, что все большие достижения в науке и технике, которые были сделаны, они были сделаны в 20-м веке, причем, ну, скорее даже в первой его половине, потому что дальше мы стали, вы меня наверняка сейчас опровенуете, но у меня, как у обывателя, такое впечатление создается. Мы стали делать технологии и научные разработки именно в сфере потребительских товаров, и нас гораздо больше интересует какая-нибудь говорящая ложка для супа, чем освоение там Марса и Венеры. Не, понятно, что современные подростки больше интересуются новой моделью телефона, чем полетами на Марс и деланием модели. И такое ощущение, что вся научная мысль работает на эту мелочь, а не на какие-то глобальные задачи. Нет, конец 20-го века, и вот сейчас 21-й век, он приносит очень много. Смотрите, как далеко продлинулись в науке об изучении человека, генетика, да, расширали геном человека. Мы подошли к лечению болезни, скорее всего, при нашей жизни. Клонирование. Да, к овчению нашей жизни, там, разберемся с раком, там, с другими тяжелыми болезнями. Вашими словами. Я думаю, что все это произойдет, это будет вот сейчас. Я прошу прощения, просто фантасты, например, которых я люблю, которые писали в первой половине 20-го века, они нам такой давали аванс. Мы в 2014 году должны были колонии на Марсе уже разбить, с их точки зрения. 50 лет назад уже человек приземлился на Луну. Сейчас он потерял это умение. Мы через 5 лет потеряли это умение. На самом деле причина потому, что всегда это было государственным бизнесом. Всегда это ориентировалось на то, чтобы была задача выполнена, и какими средствами, неважно. Смотрите, ракета, Союз, да, там, или, там, Протон, 50-100 миллионов долларов стоит. Вот вы можете сказать, какая доля в этой стоимости топливо занимает? Ну, так. Я? Ну, примерно. Примерно. Я знаю, сколько стоят мои любимые духи. Ну, примерно. Вот какой процент? Топливо. Я думаю, что это очень дорого. Ну, сколько от стоимости ракеты? Ну, минимум 30%, наверное. 0,2% стоит топливо от стоимости Союза. Стоимость всех материалов, которые там находятся, меньше 1%. А что так дорого тогда? А потому что это сложный инженерный набег, который создается и потом уничтожается. То есть его один раз вывели и все, да? Это все равно, что ты летишь до Нью-Йорка, потом самолет на кусочки порезал, и одно место в эконом-классе стоит миллион долларов. Очень неэкономично. Задача бизнеса – это изменить. Вот то, что сейчас делают новые компании. Смотрите, серьезные дядьки, да? Элон Маск, который, по сути, создал компанию Теслу, которая сейчас стоит, там, как Форд, фактически первое ПИО за 100 лет, да? И сейчас стоит SpaceX. Там, не знаю, Безос, который создает компанию Blue Origin. Знаете Безоса? Нет. Создатель компании Amazon, да? Вот он современно создает ракеты, компания Blue Origin. Пол Аллен, Strato Launch. Это один основатель Майкрософта. Это ваши ориентиры в бизнесе? Ну, это просто говорит, какие люди сейчас пришли решать этот вопрос. Этих людей заподозрить в прожектерстве невозможно. Они пришли в этот бизнес, чтобы его делать. И у них у всех то же самое в голове. Стоит ракета. Все материалы для ракеты, включая топливо, стоят 1%. Так почему же все платят 10-50 тысяч долларов за вывод одного килограмма на орбиту, если все материалы стоят всего 1% от стоимости этих 50 тысяч долларов. Это же нечестно. Это же не смешно. Мы вот недавно, заметьте, опять же, произошло недавно событие. SpaceX вывела аппарат на гейсонарную орбиту. Это первый коммерческий запуск частно профинансированной ракеты Falcon. 50 миллионов долларов он стоит, в два раза дешевле, чем Proton. Понятно, что сейчас встанут вопросы, как, грубо говоря, быть с российской космической программой. Но смотрите, то есть частный созданный бизнес, сколько он проинвестировал, понятно. Открываете Crunchbase, вставляете SpaceX, и вы четко видите, сколько там проинвестировано денег. Проинвестировано денег меньше миллиарда долларов непосредственно акционерами. НАСА, грубо говоря, дало заказы, компании дали заказы. За эти деньги компания построила три пусковые площадки. Создала два типа ракет, Falcon 1 и Falcon 9. Запустила там 5-6 экспериментальных ракет, не получив за них дохода. Создала аппарат Dracon. И все это меньше, чем за миллиард долларов. Тогда как любая программа Европейского космического агентства, НАСА или Роскосмос, носители стоят 10 миллиардов долларов, 5-10 миллиардов долларов. Еще они падают в ракетах. Ну, этого не избежать, на самом деле, как сказать. На самом деле, наша ракета достаточно надежная. Если смотреть статистически, просто человек так устроен, он не замечает обычные вещи, обыденные, а ракета уже полетевшая, это обыденная вещь. Он замечает необыденные вещи. Когда она упала на улицу космическая, и все закудахтали. Хотя, по вероятности, это не так уж. Ну, то есть вы хотите сказать, что наступает новая эпоха в космическом... Она наступила уже. В космосе, потому что, да, приходят такие люди, как вы. Ну, это не скромно, да, мы все-таки, наверное, последователи людей. Мы скорее как бы вдохновлены и вдушены такими людьми, как Илон Маск. Но все-таки мне очень интересно, чтобы вы рассказали про Даурию поподробнее после новостей на феномен. Сегодня с нами в Доле основатели президента инновационной космической компании Даурия Аэроспейс. Это стартап, которому всего, ну, чуть-чуть, почти, ну, три года, да, чуть больше двух лет. И, наверное, впервые за всю историю программы в Доле я себя чувствую немножко овощем на фоне нашего гостя с точки зрения интеллекта и вообще представления о мире. Да нет, Аня, только потому, что вы гуманитария. Ну, мне ужасно нравится, слушайте, мне это ужасно нравится, да. Только потому, что я гуманитария, у меня нет шансов вообще. Если бы сидел здесь напротив меня специалист с космической индустрией, он сказал, Михаил, ты чушь полную говоришь, да на самом деле все по-другому нужно делать. Да нет, нет, конечно. Если бы заснули у приемников. Я пытаюсь максимально, как сказать, передавать информацию максимально простыми формами, но мне на самом деле ужасно интересно, потому что вокруг вашей компании для меня, например, очень много таких удивительных и уникальных ситуаций. Например, то, что вы, значит, обитаете в технопарке Сколково, правильно? Необитаемо, снимаем помещение. Ну, собираете там свои аппараты, да? Ну, то есть вы взаимодействуете со Сколково, но при этом вы отказались от гранта и решили делать все на свои деньги. Нет, отказались, нам не дали его просто. Не дали? Почему? Ну, плохо документы подготовили. Да вы тоже не безупречные. Ну, конечно. Да, но с другой стороны вы ухитрились привлечь 20 миллионов долларов инвестиций. В этот раз постарались. Венчурного фонда. Расскажите все-таки, как сейчас строится бизнес и как вы взаимодействуете с партнерами и на чем, собственно, вы будете зарабатывать деньги? Вы уже запустили один спутник, правильно я понимаю, и вы собираетесь в феврале запускать еще один? Он должен был в ноябре полететь. К сожалению, поскольку это попутный запуск, мы не управляем основной полезной нагрузкой. Это метеорологический космический аппарат Метеор. Его отложили на феврале. В феврале мы запускаем один аппарат. В апреле мы запускаем два космических аппарата на Днепре. Это все частные наши запуски. В конце года на следующем Метеоре мы запускаем четыре аппарата, которые за Землей будут смотреть наши наблюдения. В течение года на Фальконе, то есть на SpaceX, у нас два аппарата прилетят, которые мы сделали для планетарного общества, для нас. Это космические парусы, которые раскроются и должны будут орбиту поменять. А сколько времени занимает создание одного аппарата? Вся технология создания таких быстрых и недорогих космических аппаратов направлена на то, чтобы делать аппарат за один год. Один год, один аппарат? Один год аппарат от начала, от задумки, по сути, от начала проектирования до производства, до запуска его. Классические, классические, это, конечно, 3-5 лет. То есть если делать аппарат по классическим подходам, большой космический аппарат, нужно 3-5 лет для его разработки, создания, железа и так далее. Но поскольку мы используем, по сути, составные кубики, ну, допустим, мы стараемся не писать весь софт, а использовать один и тот же софт для всех аппаратов с использованием зачастую таких, как говорят, off-the-shelf, фактически, существующих программных продуктов, как Linux. Те же, как бы, блоки составные, зачастую мы просто взаимодействуем с другими компаниями, которые для нас там производят, ну, не для нас, а они, по сути, на рынок производят, а мы просто ставим свои космические аппараты. А как это, ну, выглядит, я не знаю, с точки зрения именно бизнес-модели? То есть вы вкладываете в это свои деньги или у вас уже есть заказы от каких-то клиентов, которые что-то предоплачивают и потом на эти деньги выставляют? Комплексная модель, на самом деле, да, то есть мы фокусируемся вообще на всех аппаратах, которые можно создать, используя этих низкобюджетных технологий. Эти аппараты не всемогущие, они не могут делать многие вещи, они не могут вылететь на геосоанарную орбиту и передавать телевизионный сигнал. Но они могут смотреть с земли, они могут собирать с земли телеметрическую информацию, они могут, там, не знаю, собирать информацию о погоде, там, зондировать атмосферу. Такие задачи решать, которые доступны им. Соответственно, у нас две бизнес-линии. Первая бизнес-линия, мы создаем, ну, вот выбрали два направления, по которым мы создаем свои аппараты и планируем продавать сервисы. Ну, то есть продавать не сами аппараты, а сервисы клиентам и государством, и частным клиентам, ну, имеется в виду бизнесу и так далее. И вторая бизнес-линия, мы тоже, конечно, аппараты создаем. Допустим, мы создаем два космические аппарата для Российского космического агентства, мы выиграли тендер в прошлом году, и два аппарата должны в 2015-м полететь. Мы создаем два аппарата, ну, создали два аппарата и уже передали планетарному обществу НАСА. У нас есть еще там несколько заказов, которые в стадии подписания, вот я не могу о них говорить, как бы, да, поэтому у нас бизнес-линия по производству аппаратов, она, безусловно, тоже существует. Но все-таки это, скорее, вспомогательный процесс для того, чтобы мы создали собственную компетенцию и все-таки развернули собственные группировки. Конечно, с точки зрения классического бизнеса, это неправильно, так казалось бы, ну, там… Долго. Создавать. Ну, закажи аппараты, сделают пусть тебе другие. На самом деле, мы сейчас находимся как раз на той развилке, в которой только эти технологии создаются, и заказать даже такие аппараты почти невозможно. Да. И говорить о том, что мы находимся на передовой, на передовой не в России, а в мире, поскольку вся эта идеология создания низкобюджетных аппаратов и сервисов, она вот только сейчас в мире появляется. И здесь у России, ну, у нас, как у русской компании, все предпосылки для того, чтобы быть, там, одним из первых. Ну, и вами, собственно, уже интересуется международное сообщество, и я так понимаю, что вы достаточно известны за пределами страны. А здесь, понимаете, здесь нет… в космонавтике нет границ. Россия, там, в тех сегментах, которые присутствуют, допустим, в сфере вывода на орбиту, занимает лидирующие места, да, там, выводит половину всех грузов на орбиту, да. Потому что космонавтов, по сути, сейчас гарантированно возят только российские союзы, ну, и во многие другие сектора все-таки заметны. Поэтому здесь нет такой границы, и здесь нет противопоставления. Вот это, там, американские компании, это российские компании, это, там, европейские компании. Более-менее, очень интернациональное сообщество, да, и рынок интернациональный. Спутник же, он вокруг Земли летает. Ты не можешь, грубо говоря, находиться в одной стране, продавая этот сервис только на одну, седьмую, там, восьмую часть суши, быть более конкурентен с теми, кто работает со всем миром. Поэтому ты вынужден работать со всем миром, ты должен иметь партнеров везде, ты должен понимать, как ты будешь этот сервис, как ты будешь коммерциализовывать это во всем мире. И с точки зрения технологий тоже, мы же живем не в 30-е годы, мы не можем отгородиться железной стеной, да, мы живем в открытом мире, мы пользуемся всеми теми бенефитами, которые создает, как бы, открытый мир. Мы используем электронику, которую производят за рубежом, мы сами что-то туда продаем, мы используем знания, которые создаются другими компаниями, потому что мы не можем взять и сказать, а мы давайте создадим натуральное хозяйство, будем все делать внутри. Нет, и в этом наше преимущество, как частного бизнеса. Мы можем быть гораздо более открыты, и это вполне естественно, потому что нам проще это делать, мы меньше ограничены разными там инструкциями, правилами и так далее, в силу того, что мы частные. То есть вы совсем никак не взаимодействуете с государством? Мы ничего всякого взаимодействуем, конечно, конечно. Вообще государство в космическом бизнесе играет большую роль. Если посмотреть на, опять же, историю той же компании SpaceX, которой мы много говорим, если бы в какой-то момент Майкл Гриффин, администратор НАСА в тот момент, по сути, по-отечески не поддержал Элона Маска и не создал вот эту программу КОДС, а, кстати говоря, одним из отцов этой программы КОДС был Эдвард Кроули, который сейчас руководитель, ректор Сколтех университета, да, он из MIT приехал, по которой сказали, окей, НАСА освобождает ближний космос для частных компаний. Они говорят, мы хотим заказывать сервис у частных компаний, мы не хотим заботиться о том, как создавать систему, где деньги привлекать и так далее. Мы разыграем тендер, выиграли этот тендер три компании, Orbital Science, SpaceX, недавно созданные, и Sierra Nevada. Мы говорим вам, вот запустите только аппарат, мы вам за них заплатим деньги, а дальше создавайте сами. Без помощи государства, конечно, это было бы намного сложнее. Но это в Америке, а у нас? Ну, у нас, я думаю, что у нас идеальная ситуация для создания космических компаний, потому что, а, эта тема находится, ну, там, на неком острие внимания элиты все равно, да, и вот мы создались, ну, казалось бы, там, два года, какая крошечная компания, 100 человек сейчас работает, ну, мы там, да, 8 аппаратов сейчас создаем. Уже не крошечная-то 100 человек. Ну, тем не менее, там, год назад, полтора года назад, когда мы выиграли тендер в Роскосмосе, у нас работало 30 человек, вот, и мы выиграем тендер в Роскосмосе у серьезного предприятия, в котором работает 100 тысяч человек, 50 тысяч, и мы там, и мы выиграем тендер у них, нам Роскосмос дает лицензию на ведение космической деятельности, там, поддержку с точки зрения запусков и так далее, там, вот недавно мы тоже с Министерством транспорта, там, в присутствии Сергея Борисовича Иванова, там, подписали соглашение, по которому наша система, которую мы создадим за собственные деньги, и будет работать на нужный, там, Минтранс. И для нас это очень важно, потому что государство очень квалифицированное заказчика, государство заказчик, который тянет вперед сервисы, и который может закупать тот сервис, для которого, там, частный бизнес еще не созрел, и это во всем мире так. Ну, там, опять же, номер один в мире компания, которая занимается космической съемкой, там, Digital Globe. Основной заказчик, NGO, это американские, там, военные, да, тем не менее, эта информация продается везде по миру, и в том числе сейчас вся российская кадастровая система, все снимки, по сути, ну, большая часть снимков до запуска ресурса ПЭИ для военных покупалась у американцев, у той компании, которая финансируется в основном американскими военными. Американские министерства обороны. Да, потому что они, создав ей гарантированный рынок, создали рыночные предпосудки для того, чтобы эта компания заняла доминирующее положение в мире. Миша, очень мало осталось времени, вы безумно интересный собеседник, реально обогатили сегодня мой мир. Но у меня есть все-таки один вопрос, который может вам показаться дурацким, но мне кажется, он очень важен. Вы всю жизнь, вы как бы были ботаником всю жизнь, вы занимали, ну как, ну вы жили физикой, вы, ну, с точки зрения, там, не знаю, опять же, среднестатистического гражданина, вы там выигрывали олимпиады по физике, вы глубоко и серьезно занимались наукой. И, в принципе, как всякий, ну, как всякий человек, который серьезно погружен в теорию, вы могли остаться где-нибудь, там, я не знаю, на какой-нибудь кафедре, каким-нибудь младшим научным сотрудником побочного ответвления чего-нибудь. Как вам удалось все-таки вот совместить в себе вот этот огромный интеллект, ботанизм и такую предпринимательскую жилку? Я думаю, что ботаником я как раз не был никогда, да, и, наверное, если бы я был ботаником, я бы хотя бы закончил физфакт, который не закончил, с третьего курса я ушел, да, и пополнил ряды предпринимателей, которые в тот момент так и не получили, я уже позже получал высшее образование, в Новосибирске еще, но позже, вот. Поэтому я ботаником не был, я там, не знаю, всегда занимался каким-то как бы бизнесом, ездил на мотоцикле, там, сейчас летаем на самолете, поэтому я никогда ботаником, никогда ботаником не был. Слава Богу, спасибо большое. Спасибо.